Выталкивая маршрутку из сугроба, пассажиры стараются думать о хорошем. Ведь миллионы стали свидетелями нового рекорда. Этот снегопад выдался сильнейшим за последнюю сотню лет. Прежде, в феврале, столько осадков столичные синоптики не регистрировали за всю историю наблюдений. Снега за сутки выпало 43 сантиметра. Это поначалу погода радовала красивыми пейзажами, но обернулась все серьезными неприятностями. За минуты дороги, десятки ДТП, перебои в движении общественного транспорта, трамваи и троллейбусы на востоке, западе и севере Москвы пришлось останавливать из-за метели. Этим утром в подмосковном Видном люди ждали маршрутку больше часа в огромной очереди. Другим пешеходам ничего не оставалось делать, кроме как думать над альтернативными способами передвижения. Все из-за той же метели падают деревья, преграждая путь электричкам. Причем, как говорят синоптики, ко всему прочему, зарегистрированы резкие перепады температуры. Снег то тает, то выпадает снова. Участки дорог в столице превратились в самые что ни на есть каток. Машины скорой застревают по пути к пациентам. Для автомобилистов это, понятное дело, настоящая головная боль. Снегу рады разве что дети и некоторые взрослые. Между тем, в столичных аэропортах задерживают рейсы. Наземные службы едва успевают расчистить взлетно-посадочные полосы. Это трудно приходится и коммунальщикам. Они отвоевывают у стихии каждый метр дорог и тротуаров. На улице вышло не иначе, как армия дворников и снегоуборщиков. Сейчас на улице будет работать примерно 70 тысяч человек. Конечно же, снега вывозить еще достаточно много надо. Хочу подчеркнуть, что за прошедшие сутки с улиц Москвы вывезено 1 миллион 200 тысяч кубометров снега. Балканский циклон, который обрушился на столицу, не пощадил и коммуникации. Мокрый снег стал причиной обрыва линии электропередач. На восстановление сетей брошены огромные силы и пришлось подключиться в том числе и сотрудникам МЧС. В шести субъектах Центрального федерального округа у нас нарушено энергоснабжение. Организовано дежурство совместных оперативных групп на федеральных, а также региональных и местных автомобильных дорогах. Проводится расчистка дорожного полотна. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В Москве один человек погиб, пятеро, в том числе ребенок, получили серьезные травмы. Кстати, атаковала стихия не только столицу. Циклон сейчас бушует по всей Центральной России. Снегопады в Санкт-Петербурге, Белгороде, Липецке, Курске метет также. В Татарстане там объявлено штурмовое предупреждение, а в Уфе готовятся к непогоде. В нескольких сотнях километров от Москвы, в Воронеже, плюсовая температура и идет дождь. Такие погодные странности будут продолжаться еще несколько дней, говорят синоптики. И не исключено, что природа может преподнести еще и новые сюрпризы. Антон Талпа, Денис Задохин, Кристина Карпова, Артур Коньков и Иван Синецкий. НТВ.